Здарова, стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. 7 июля, наконец-то, к Old World вышли официальные переводы. Теперь у нас тут не только английский, но и испанский, немецкий, французский, но самое главное, русский. И я думаю, что в связи с этим пора сыграть партейку, тем более, что я не играл за новую цивилизацию, которую они в дополнении добавили, за хеттов. Так что впереди вас ждет прохождение Old World, причем я думаю, что на последнем уровне сложности, за хеттов. Поехали! Традиционно напоминаю, что все серии спонсоры канала могут увидеть сразу окладки сообщества. Большое спасибо им за поддержку, для всех остальных будет раз в день выходить. Что ж, хетты. Все города плюс 2 к цивикам. Это, кстати, довольно мощный бонус. Все юниты могут убирать растительность. Это, кажется, тоже прикольно. То есть все, все юниты, не только рабочие, но и все юниты могут рубить леса, кустарники и, кроме того, игнорировать стоимость передвижения по холму. Что-то вообще какие-то очень крутые бонусы имху. Ну и стартовые технологии, слесарное дело, земледелие, управление. Это там посмотрим в процессе. Так, характеристики. Я не буду смотреть. А вот это что такое? А, это уникальные юниты. Лидера мы сейчас не вот этого изначального хатусили будем брать. Лидера я ставлю случайного, видите? Дальше уровень. Уровень сложности последний ставим, великий. Но у ИИ не будет никаких изначальных преимуществ. Потому что я как-то один раз играл, и там на 10-й ход у компьютера уже было 8 городов. Это просто нереально. Посмотрим, как он с уровнем 100. Да, кстати, что вот последний уровень сложности. Грабители вторгаются из далеких земель. У нас только 100 цивиков, 100 военных очков и 8 приказов. Плюс 5% шанс на мятежников, если яростная семья, злая и расстроенная. Плюс 5 науки, плюс 5 приказов в ход, все города. Плюс 2 денежки в ход, но плюс 14 несчастья в ход. У нас, короче, самые большие проблемы будут с несчастьем на самом деле. Сила племен сильная. Агрессия искусственного интеллекта обычная. Все победы включены по очкам, по амбициям. По времени карту я решил внутреннее море. Мне кажется, это поинтереснее. Ну и огромная на семерых соперников. 7 соперников будет. Не знаю, тут заблокировать настройки игрока, чтобы нельзя было изменить. То есть, чтобы я на всякий случай не поменял этот. Сложность, видимо, показать доступный критический. Да, и безжалостный ИИ. То есть, я буду близок к победе, то мне практически все компьютеры начнут ко мне плохо относиться. И потом объявят войну. Ну что, давайте начнем. Ну вот и случайный литер. Теперь мы играем за Сатан Духепу. Сатан Духепу. И она у нас командир войны. Ну, кстати, это неплохо для начала. Неплохо для начала. Мы сразу генерал... Потому что в начале, круче всего, лидером именно генерала используете. Вы даже не сможете его в губернаторы посадить. Сначала вас звали Лабарнасом. Но затем, сражаясь и объединяясь с землей, вы заработали тронное имя Сатан Духепа. Народ стоит за вами, но угроза индриги сохраняется. Чтобы хетты стали процветающей нацией и превзошли величием царства ваших предков, вам нужно усмирить собственную семью. Цивилизации этого древнего мира еще не ведают о силе и доблести хеттов. Но скоро это изменится. Давайте заложим столицу. Ну вот, мне в переводе единственное не нравится, конечно, шрифт. Потому что тут шрифт очень обычный. Я не знаю, что это. Ареал, Вердана. Какой-то очень обычный виндовский шрифт. А в нормальном переводе... Ну, не в переводе, а в английской версии... Там эти... Ну, красивый шрифт такой. Так что у нас тут? Надо посмотреть. Козы, мех, сорга и овцы. В принципе, я бы, наверное, тут и поставил. Потом мы до этих коз... А, вот если я вот сюда, то я сразу дотягиваюсь. Давайте, наверное, сюда поставлю. Так, вот надо выбрать какую семью. Всадники, земледельцы, покровители. Ну, я бы вообще всегда начинал с военной семьи. Просто, чтобы быстрее военные юниты строить. Тем более, на высоком уровне сложности. Вот это военная, потому что дает два очка военной... Это не военная, они называются муштра. Две муштры вход. Города всегда имеют статус соединено семейное. И новые юниты кавалерия начинают с прирожденным всадником. Это с прокачкой. Семейная резиденция может произойти юниты, для которых требуются лошади, верблюда или слоны. Вместе ввиду, прям сразу может производить, даже без открытия технологий. Потому что и так все могут это производить. И разведчика. Ну, короче, Куссаранов. Семью Куссаранов сначала мы. Столицей у нас будет семья Куссаранов. Так. Дальше. Игра предлагает прачника в первом... И... Нам, знаете, что? Во-первых, очень хочется вот эпос открыть. Риторика. Это через управление, значит. Ну, и обратите внимание, что в World World случайным образом выпадают технологии. Но управления у нас тут нету. А отлов животных, потому что мы сможем на меха поставить лагерь, получается. Так. Так что, наверное, реально отлов животных будем. Так, у нас два... Два скаута. Вот это у нас соль, да, соль. И мы сразу скаутом идем ее... Подождите, а давай сначала рабочим. А я уже могу пастбище строить, да? Сейчас посмотрите, какие у нас стихи открыты. Да, у нас открыто земледелие. То есть, можем пастбище строить. Мечников можем строить. И... А, и управление у нас открыто. Казначейство и житницу можем строить. Житница... Вообще-то амбар. По-английски был. Почему она житница переведена? Интересный перевод все-таки. Ну, наверное, начнем с пастбища. А для коз... Тоже пастбище. Ну, с... С этого. Вот, можно сразу тут нажимать. Не тут выбирать. Наверное, уберу свою рожу, чтобы вам было видно. Вы можете здесь выбрать, что строить. А можете прямо вот на эту нажать. Да, я потратил три приказа. Потому что мне надо было вырубить кустарник полностью выкорчевать. И только потом пастбище строится. И у нас один приказ всего лишь. Кстати, я забыл, а пастбище там какое-то соседство дают. Ладно, я потом разберусь. О, руинка есть. Вот сюда и пойдем. Да, немного у нас приказов, прямо скажем. Больше нам, собственно, нечего сделать. Блин, у нас минусы такие сразу же идут. Но это, опять же, способно... Олдворд. Я, кстати, не обратил внимание, что у вас вообще нифига нету. Немножко ошибка. Я сейчас буду следующим ходом все покупать. То есть я, грубо говоря, следующим ходом должен потратить 16 денег, чтобы вот это все купить. У нас уже идет содержание на что-то. То есть у нас будет не плюс 47, а плюс 31 получается, видите? Египет начинает строительство пирамид на второй же ход. Вот вам и последний уровень сложности. Не, я думаю, я проиграю эту партию. Так сразу заранее себя оправдываю. Потому что Сорен Джонсон, создатель вот Олдворлда, он славился... Ну, он и создатель четвертой Цивы. А там искусственный интеллект трындец просто. Так, наши первопроходцы обнаружили останки обширной цивилизации земледельцев. Поля на возвышении, разделенные неглубокими каналами, намекают на то, что ее жители пользовались методом поверхностного стока, что позволяло им благоденствовать. Слушайте, я, наверное, врублю. Тут, по-моему, я ничего не закрываю. Там чисто очки. Я думаю, вам прикольнее будет с моей рожей говорить. Хотя Саша Климанов посмотрит, скажет, что я опять своей рожей все интересное закрываю. Так, чтобы ее жители пользовались методом поверхностного стока, что позволяло им благоденствовать в сезоны сильных дождей. Это место может многому нас научить о выращивании продовольствия, если мы уделим этому время. Так, либо мы соберем с поля остатки урожая, просто плюс 90 денег и 60 очков нашей царицы, либо изучить процесс. О, и мы, кстати, вот тут сразу ферму поставим. Я думаю, что надо изучить процесс. Это круче. У нас эта сорга будет давать 6 еды в ход и 2 роста в ход. А это, считайте, ну мы эти 90 за сколько? Очень быстро окупим, получается. А, блин, я не понял перевода. Я не понял, что они описывали. Я думаю, они сейчас ферму разместят на сорга. Они просто новое сорга вот тут разместили. Ну, я не уверен, что это лучшее. Ладно, мы можем, смотрите, во-первых, мы можем просто собрать здесь сорга. Это 10. Будет вот вы на каждом ресурсе вот так вот сборы можем делать. Так, я, наверное, один ход потрачу на этого скаута. У нас немного приказа, тоже одна из фишек Old World. Вы приказывали, вы не можете всеми юнитами походить. О, первую реку нашли. Река Драус. Нет, давайте река Лёшиус. Кстати, может мы нашу королеву переименуем? Царицу Сатандухепа. Как же мы её переименуем? Кстати, а у неё есть? О, что так? Ну, статистики, по-моему, раньше не было его. Так, хочу... Да, нет, у неё ни мужа, ни детей, соответственно. Так. Переименуем. Сатандухепа. Вообще прикольное имя Сатандухепа. Мне нравится. Давайте Сатанбандера будет. Немножко. Возможно, это предки украинцев. Я так чувствую. Ну, такой цвет немножко такой голубенький. Ещё жёлтенького, может, где-нибудь добавим. И вообще... Так, у нас один приказ остался. Вот тут сорга появилась. А где город? А ведь города, напомню, опять же, World World ставятся только на определённых клетках. Ладно, сюда, наверное, ещё подойду пока. Так, мы потратим ход. От семьи Кусаранов поступило предложение о браке с вами, царицей Сатанбандера, основательницей. Мастер Щита Лобарна. Он герой с отвагой плюс три. Либо Халпасулупи робкий. Тактик. Но он харизма минус отвага. Нет, давайте вот Мастер Щита. Мне кажется, зашибись будет. Тем более, опять же, повторю, в начале игры важнее именно генералы. Видите, открытие тоже даёт ресурсы. Мы обязательно на культуру собираем. Плюс десять. И тут, наверное, монетки соберём. О, тоже культуру дала. Класс. Так. Входим здесь, наверное. Вот у нас варвары. В лесах, обратите внимание, не видны скауты. О, вот и море. Так, у нас два приказа. Одним из них мы, наверное, нашу царицу генералам отправим. И попробуем. И знаете как? Давайте мы один приказ вот так двинуться сделаем. Кстати, предъявляем, что срубить деревья есть. Действительно, способность это работать. Но я не буду пока деревья рубить. Мне, тем более, дерева и не нужно. Делаем царицу. Когда прилегает такой же юнит. Это имеется в виду тот же юнит в соседней клетке. Плюс 25% из деревьев и плюс 50%... Но обход с флангой и тот же юнит у нас не будет работать. Потому что нету тех же юнитов. А вот из деревьев вот сюда прийти встать будет работать. Ладно, короче, царицу уже. Добавляем. Это 100 муштры стоит. Но зато мы будем прокачивать. Нашу царицу. А ее характеристики влияют на всю страну. Плюс 2 храбрости. О, родились с имя по имени принц Мутавали. Блин, Мутавали. Что-то знакомое. Мотовела, ребята. Это будет Мотовела. Кто в Минске рядом с заводом Мотовела живет, тем приветик. Очень похож на Мутавела вообще. А еще это что-то грузинское мне напоминает. На самом деле. Так. Подходим. А, нет, слушай, тут не лес. Ладно, потом буду разбираться. Кое-что в недавно обнаруженных развалинах напугало наших разведчиков, и они просят вашего немедленного присутствия. Придворные сопровождают вас в походе к обветшалому храму, на стенах которого кажется высеченной вы, царица Сатан-Бандера-основательница. Придворные ученые списывают все это на банальное совпадение, но сходство просто поразительное. Знак того, что вы избранное. Мы можем стать праведной, божественной и суеверной. Мой далекий предок. Преданная, вдохновляющая или проклятая. Это не больше, чем совпадение, просто 20 очков опыта, и я обо всем этом знал, у меня есть божественный дар. Становится лживый. Давайте мой далекий предок, мне кажется. Преданный. Это плюс 2. к дисциплине. И сила к войну плюс 13 очков опыта будет даваться воином, просто так. Так, я нашел, где нам еще город ставить, например. Что-то так ресурсов нет. Посмотрите, какие горы мы, возможно, горами будем отделены от остальных участников балета. Да, на своей территории, на тех клетках, которые на вашей территории вы не можете собирать. Блин, только я хотел сказать, что будем отделены горами и встретил Грецию. Кротко мало рассказать о своем народе, но задавать много вопросов. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Кротко мало рассказать о своем... О, он здесь. Так, слушайте, нам надо занять вот это место, иначе Греция его займет, и мы не сможем здесь поставить город. Тут мы просто стоим теперь. Так, этим воинам... Пойму, а как тут река протекает? Я через реку атакую, да? Ну, я лучше вот так буду атаковать, потому что там через реку будет серьезный минус. Так, два приказа. Так, и... О, тут руинки будут. Закончил пастбище строить. Какой у нас тут идет бонус с пастбища? Два роста и десять еды. Смотрим, как они стреляют. Сейчас я не в лесу встаю, то есть они должны больше урона нанести, по идее. Ну да, больно. Блин, еще и римляне здесь. Давайте изначальное перемирие просто сохранять. Блин, и он тут собрал руинку. Ну, как аноиды, а? Кстати, у меня сейчас меньше приказов, потому что, по-моему, держать вот это место стоит приказ, если мне не изменяет память. Блин, тут что-то... Я, ну, во-первых, точно мне надо юнит строить. Блин, реально можно сразу тяжелую колесницу. Это при том, что она открывается... Или она в техах где-то открыта? По-моему, нет. По-моему, она открывается где-то тут дальше. Во! Вот тут открываются колесницы, а я их уже могу строить. Ну, это интересная способность. Ну, только я их смогу строить, когда обработаю лошадей. Кстати, а чего я... А чего я лошадей не... Они же тоже пастбище требуют. Блин, я вот тупанул, ребят. Вот мне надо было лошадей сразу обрабатывать, а не овец. Ну что, я в первый раз, что ли, тупанул, ребят? Чего? Ага, не хватает. Да, ну мы можем купить, я напоминаю. За 80 монет. Просто нажимаю Alt, видите? И за 80... Потому что 20 дерева стоит постройка пастбища. Так, ну и в городе... Ладно, уберу свою рожу. В городе... Блин, а то у нас железа не хватает. 205. Ну, наверное, стоит покупать. У нас 116 вход. Нам воин полюбасу нужен. Блин, мне тут, кажется, надо будет отходить. Этого убьем и отойдем. Уровень, кстати, получили. Здоровенный греческий посланец прибывает во дворец со своей воинственной свитой. Она объявляет, что Орес, греческий бог войны, сулит божественную награду греческому воину, который в бою сразит больше всех хетов. Наверное, стоит заблазить. Я думаю, тут мы точно в начале... А, ну сила одинаковая вообще. Вообще у нас плюс двин... А, ну у меня выбор. Либо сразу объявить войну, но станет праведной основательницей. Минус два, минус один несчастье. Блин. Давайте ваш ложный бог пожалеет. Сюда я ставлю город. Так. Землевладельцы. Покровители. Либо торговцы. За ресурс в слитках. Быстрее города в деревне превращаются. Может добавлять несколько дорог в год. Покровители. Плюс два цивика, плюс две культуры за специалиста. Может использовать ускорение производства за деньги. Минус один уровень недовольства за культурные события. Тоже интересно. И, наконец, не насаны, они землевладельцы. Плюс два роста вход во время производства сельских специалистов. Быстрее. Наверное, земледельцев поставлю. Вот тут у нас еще мех и будет еще лаванда. Отступать надо сейчас будет этим юнитом. Так, два приказа. Откуда тут Рим взялся? С каких-то болот. Не, ну тут точно к Риму прохода нет. Тут главное, видите, было в сторону Грека поставить. Я считаю. Но он сейчас начнет, кстати, город атаковать. Блин, может тоже воина. Да, у нас тут денег не хватает на воина чуть-чуть. Давайте, наверное, продадим 10 яблок. Вот, и теперь хватает. Я мог тоже еще одну воину город охотников, но это был бы минус к легитимности, минус к счастью там. Лучше сразу три семьи поставить. Тут можно трех семей разных поставить. Города. Полхп сразу. Еще одного. Герцог Циданта. Так, на пути из Хатусы в Кадеш старская инспекция вы со своим сопровождением встречаете умудренную годами колдунью. И двигаясь со своего каменного седалища, она наклоняется вперед и предлагает вам благословление, если вы расскажете ей свое истинное желание. Поведуйте колдунь о своих амбициях. Так, это мы начнем амбицию какую-то. Напоминаю, Волдворд можно победить, выполнив 10 амбиций. Так, закон рабства, закон свобода, централизация или или вообще пока неизвестно. Ну, давайте глянем, что, во-первых, что, да, по-моему, рабство вначале все-таки лучше. А, нет, слушайте, они изменили. Раньше рабство было, раньше рабство давало приказы. Свобода наука за специалиста. Столица, две культуры, вход. И, наконец, централизация. 10 цивиков, вход, столица, две науки за уровень культуры. Ну, вот, централизация мне нравится. Хотя, в исцелитет, вот, эта семья просит куссаранов. Блин, может, пока общение не принимать. А далеко централизация в науке, ее же еще открыть надо. Вот здесь там еще прорицание надо будет открывать. Ладно, возьму все-таки централизацию, наверное. Плюс 10 к атаке, плюс 10 если ранен. И против дальнего, давайте против дальнего боя возьмем. Так, тут в город встанем. Да, то есть, Рим откуда-то вот отсюда пришел вот по этим. Ну, тут, кстати, вот тут место для города, между прочим. Но, я не знаю, тут ставить... Я не буду тут ставить город, например. Если Рим хочет, то пускай ставит. Видите, тоже обошел. Игра соображает, обошел, чтобы не через реку атаковать. Понимаете? Так, напомните, что пастбище, какой бонус дает. По-моему, пастбище дает бонус фермам. Так, до мехов еще 5 ходов. Плюс 40% для прилегающих ферм, да. Ну, или вы просто можете выбрать ферму и посмотреть, что вот тут ставить плюс 10, например, если рядом вот здесь поставим город. вообще у нас всегда и так капает. У нас, видите, железа не хватает, а будет еще больше не хватать железа, когда мы 2 юнита построим. Так что я бы, наверное, несмотря ни на что ставил вот здесь. Несмотря на то, что это соседство с двумя фермами, но я здесь поставлю рудник. Потому что здесь и здесь 2 рудника будут железные. Нам больше негде нормально рудник поставить. Влечимся. И еще один приказ. Ну, наверное, этим подойдем. Вот тут, кстати, можно, наверное, собрать. Хотя этот 7 еды я, наверное, не буду трогать. 7 еды. Так, сейчас мы потихоньку будем подходить к Кадешу вот этим юнитам. Приказов мало, несомненно, в начале. Но это поэтому и высокий уровень сложности. Видите, я уже могу подойти атаковать, но у меня мало хитпоинтов. Я лучше вот здесь встану и полечусь еще раз. Какие-то пейзани Рима тут тусят. ну вот, собственно, уже Ансум. Это Ансум, это второй город. А вот тут проход есть и тут проход есть. Ну, блин, я, по-моему, очень правильно поставил город, отжал у греков территорию. Кстати, греки тут, скорее всего, будут зажаты. У них не так много места. Тут сверху у нас уже зима. Тут где-то только поставят и все. Так что мне надо было не дать греку что-то сделать. Так, скауты атаковать не могут, просто вылечу. И у нас внезапно даже два приказа осталось. Так, могу ли я что-то... Нет, невозможно, да, его обучать ничему. Придворных у нас никаких нету. Ладно, заканчиваем ход. Следующим ходом я уже буду атаковать. плюс у нас напомню у этого прокачка у царицы, что если рядом такого же типа юнита у нас будет воин следующим ходом, то там плюс к силе вот вот же еще места для города Греции. тут нормально если он поставит, я не беспокоюсь по этому поводу. так что у нас по силе Рим сильнее, Греция такой же силы как и я. ускорение ускорение для производства юнитов за приказы ну три приказа три приказа что-то это очень дорого ух-то царица раненая ай-яй-яй минус два так этот юнит не добегает но нам надо наверное скаута этого вывести пока в город заведем дальше этим подходим и назначаем генерала мужа это лечение на нейтральной территории может делать по-моему прикольно так я бы в столице еще делал блин железа вообще нету ну купить то мы его можем так что я бы конечно тяжелую колесницу но тут 430 блин из 12 ходов 12 лет она строится а блин еще и крепость требуется ай короче вообще не дают ничего построить соберем мрамор и отойду вот сюда блин сразу как-то сразу как-то давят как-то греки какие-то какие-то блин там крестьяне с фарварами берутся вилами ой я получил какую-то ачивку хетское железо герцог александус нормально уже трех сыновей родила так кадеш в осаде оборону организовать тяжело но правители города собирают ополчение для защиты ключевых точек города начнем сосредоточить усилия защищайте мирных жителей минус 40 несчастья любой ценой не дайте врагу добраться до наших складов плюс 120 муштры дайте спасайте знатных особ нет давайте защищайте мирных жителей всегда лучше убрать несчастье тем более муштры у меня дофига да и приказов хватает на самом деле так мы становимся вот сюда сначала этим атакуем теперь этим и тут строим еще одну так мы по-моему не хватает тут приказа потому что видите надо полностью срезать кустарник а это два приказа тратится блин может надо было аристократов и приказа сохранить о я уже сильнее игре так блин может я пойти пеллу забрать вот этой армии сейчас вылечимся убьем убьем нет я догоню я думаю дополнительно 200 еды каменолом мне тоже но мне кажется у меня с едой нормально все будет то есть вот эта карточка сейчас исчезнет если я ее не выберу но 9 ходов я лучше обработку камня быстрее открою блин а я могу еще этих так ладно знаете что железо у меня идет пока мне лучше лагерь именно что на меха построить сначала это тоже важно так тут лечимся да он тут делся блин ну куда он уже сюда уходил и все и не видно юнит уже очень странно так кем у нас принц мотовела будет ну я бы тактику продолжим мне кажется мы тут будем воевать с греками так точно как у нас там вообще циданта и алоксантус давайте цитанда как как его обзовем циципас будем представлять что нынешнего теннисиста именно в честь древнего хетского герцога назвали чьи фамилии ему дали такую алоксантус вообще есть мнение что хетта это предки армян поэтому будет алексинян ну такое предположение такое по-моему это но это не точно как в этих ваших интернетах говорится ну вот он где блин свалил банкус это народное собрание высший судебный орган хетского царства решающий конституционные споры на нем несут ответ даже цари время отремления на соседании в образовательных целях допускают детей становится красноречивым либо дисциплинированным наверное дисциплинированным у нас и так города дают цивики сами по себе давайте вот тут соберем лаванду надо доисследовать области тем более тут дают за открытие полностью там гор легитимность а легитимность это это дополнительные дополнительное перемещение по варвары так в лесу спрячемся когда в лесу они вас вообще не видят и не будут атаковать даже если они рядом в соседней клетке будут все равно будет считаться что вас не видно я сейчас сделаю воинов и реально пойду у меня сейчас есть еще один генерал я его добавлю и мы сейчас всеми тремя на пелу пойдем а блин там генерал ладно мы добавим в этого воина там генерал после не этой семьи поэтому он не добавляется сакать как у нас с этой семьей отношения нормально то есть нету штрафов юнитом давайте давайте рабочего уже делать тем более тут город земледельцев генерал генерал слабее грек а решил мне угрожать нормально вообще уровень смотрите получили потому что тоже царица так где у него тут способность вот плюс десять опыта за бездействующих юнитов ну то есть если он не атаковал что он как-то на 3 на 3 клетки у меня ходит этот юнит интересно против генерала из города защита я вот не помню был ли там генерал у греков я вот не помню это из города работает ли он на его клетки тоже потому что вот есть клетка города если я сюда становлюсь этим юнитом то он будет давайте проверим заодно кстати да world world не захватываются противопридворного надо еще ну и что а что вот это вот непереведенное все таки не все они перевели официальный перевод полностью так сострадаем короче песика он подобрал дотошным будучи лидером всей новой юниты плюс 50 давайте с помощью поощрений блин хотя это тоже прикольно ладно давайте сострадательным так ну этому давайте политику изучать следующему брату но по-моему я не могу их некому ему назначить обучение потому что у меня никого нету придворных пока да надзиратель работает видите плюс 25 ну с другой стороны он тут тоже стоит внутри но я бы честно говоря сюда не атаковал потому что тут гарнизон плюс 20% в даю хотя хотя куплю приказ и сразу здесь буду рудник строить видите не было у меня дерево я купил сейчас за денежку дерево так вот тут охотника надо сразу чтобы у нас меха блин может еще купить два приказа этого юнита выводить почему два приказа а не три потому что одним я выйду как можно дальше а вторым назначу генерала на который тоже нужно 100 приказа наверное вот этот олигарх мне интереснее хотя хотя там минус не ладно вот этот сумире 19 лет подольше прослужит хоть ну что тут греки может дань пора платить бежим на помощь соберем коз и один приказ вот этим юнитом сюда подвинемся уже нормально конечно все обработано у меня вообще ничего не обработано у бедных хетов но вообще опасно у нас царица в окружении у нас царица такая сатан бандера что-то интересное был сейчас обход а еще один они еще одного мечника успели нет нифигасе они завалили все-таки мне мечника этого но это трындец я возмущен конечно ну там без генерала без ничего возможно и не стоило его так использовать интересно скаут как-то мешает давайте пускай не на скаута агриться давайте я вот тут поставлю посмотрим мне хочется немножко сохранить но я и очевидно не беру грека интересно а разграбить район это что-то даст он встал опять в этот замок мы хеты чтим законы приняты они мудрейшими из царей древности и несут на свете закон и нет на свете законов справедливее повторяя герцог циципас но почему он уверен что наши законы самые справедливые спрашивает он наставника так потому что они защищают всех от царя до последнего подданного становимся праведным потому что по нашим законам смерть последняя из наказаний становимся любезным мне пожалуй нравится праведным минус один к несчастью так мудрость харизма или отвага наверно мудрость ради того чтобы глобально плюс одна наука была так а здесь повысим на это к бою просто плюс пять процентов к силе все остальное от атак не особо защищает так царица посол то есть я не могу с ней перемирие заключить пока послов не открою так и на скаутов она внимания не обращает я так понимаю царица лаодика или лаодика ну у Греции два города а нет один у Рима два и у меня два а у Греции один город вот развивающийся блин ну мне уже хочется я вот вижу что тут бьют моих юнитов немножко хочется выйти из этой что так больно нет серьезно вот этот мечник очень больно бьет так интриганом пускай будет так обработка камер навец надо сначала повоюем поселенцы не захватываются они тоже так же атакуются как обычные юниты поэтому нету смысла к ним лезть так я пожалуй отхожу у него лидер командир там короче да больно бьют ладно я думаю что мы грекам показали кто тут хуи с ху так куплю приказ ой ой я не то сделал я не приказ купил я марш-бросок взял ну типа считайте сто очков муштры зря потратил я надеюсь там у тебя еще варвары вон которые сверху на реке самаре сейчас к нему придут к ней и накажут за все о он пошел видите с варварами разбираться потому что жопа сейчас будет да но мне отходить тоже надо я не буду его поселенцев трогать пускай философию изучает вообще мне по-хорошему надо наверное вот с этими варварами разбираться и тут город ставить чтобы грек там не мог поставить а потом уже с этими варварами так пока похожу пока на улицам на улицах людям оглашают новые законы во дворце празднуют цивилизация не статична это постоянно развивающаяся структура законы принятые сегодня это лишь набросок будущей картины хетского царства а это амбиция начинается повысить юнитов пять раз открыть шесть технологий контролировать пять городов мне кажется я скорее юнитов пять раз повыше возьму эту амбицию тут конечно же с лагеря начнем опять не хватает дерева зато у нас денег дофига это пока спасает можем опять война сделать а может прачника видите для прачников требуются камня которого у нас нету ладно война давайте блин тут кишемиса такое немножко дебильное может не лезть туда пускай он его занимает о горы тавр я первый открыл давайте это горы тварь будут вот так хотя отношения с Грецией ухудшаются вы застаете Циципаса за пристальным изучением греческого текста выданного учителем его настолько захватили эти истории что теперь он выискивает существующие переводы и даже пытается учить язык чтобы иметь возможность читать оригинальные тексты у культуры не должно быть границ читать все что хочет допускай плюс мудрость будет мудрость это всегда нормально образовалось свободное место в почетной гвардии противоборствующие кандидаты из семей кусаранов и нинасанов оба просят об этой должности так не нинасан выберем ведь уже минус 16 лучше в плюсе держать есть меха их конечно же отправляем в столицу эти два приказа как раз стоит подождите а у нас тут еще нет давайте знаете что семье дадим ведь у нас семья которым меха лучше им дать у нас еще меха будут так еще один горожанин я думаю что в пастухи надо еще дополнительно пол приказа или поселенца делать оно с еды пока нету на поселенца давайте да слушайте тяжеловато как-то может я поспешил с таким уровнем сложности вот вот классный город будет с таким количеством крабов но зато мы и греков притушили ваш наследник никогда держит слово и словет лживым нет так вот нам риторику эпос надо открыть сто процентов а слушайте так у нас гарнизон уже сразу стоит на самом деле можем наместника назначать но я бы царицей все-таки блин может реально царицу в наместнике назначить уже неплохие бонусы тут ладно берем воспользуемся способностью рубить деревья так сорга надо сто процентов обработать вот теперь даже еще куплю приказ на рынке города хатусса за провокацию населения был арестован человек в чем его преступление устроив большущий костер он стал рекламировать свое священное и учение ясно это не первый подобный случай этим последователям заратустра удалось привлечь наш интерес отпустить и позволить исповедовать зароастризм отпустить но запретить зароастризм давайте пускай проповедуют я не уверен что мы тут религию будем основывать вообще поэтому наличие зароастризма а кто бактра персы основали но персов мы даже не встретили еще блин рим сильнее но слава богу он не мой сосед хотя может он отсюда придет как-нибудь меня наказывать что-то там грек с этими поселенцами о доказал свою разумность и прозорливость умный прозорливый но лживый он скоро станет отцом вы не знакомы с будущей матери но судя по всему вашему сыну она очень дорога но любовь это еще не все вам как царице нужно думать о родословной о чести в конце концов но он же не наследник он один из тут героиня смотрите какая смиренная отважная а ну он тогда будет злопамятным почему-то минус один а тут недисциплинированным вот так мы получим генерал не пускай женится и оставляет ребенка так завершил обучение политики судья или ученый давайте судья как раз мы нивелируем его этот минус все только судачат о том что в небе над хатусой творились какие-то чудеса на рассвете солнце окружили две багряные дуги за ними появились кроваво-красные державы и множество скипетров эти фигуры будто бы сошлись в схватке и летали туда-сюда не меньше часа когда солнце разгорелось вместе с ним засияли и странные фигуры а затем исчезли напоследок по нему проплыло огромное черное копье похоже на сказку но многие жители хатусы видели это воочию теперь народ беспокоится что это было предвестие чего-то невероятного так сокрушим грецию получим ополченца но ополченец не очень прикольно сейчас покаялась вам нечего бояться ага плюс 60 к несчастью блин ладно тогда к оружию плюс 60 к чем чем меньше мы тут несчастья получаем тем лучше против генерала давайте к шансу крита да давайте наверное эти каменолом не строить ну пастух пускай просто тут стоит внутри города если вдруг варвары откуда набегут тогда можно будет использовать его знаете вот по краю исследуют ух ты Греция начала висячие сады строить вау то есть один город в Греции но уже можно висячие саду смотрите одион и театр построены он тут планирует Грецию развивать так после пастуха будем рим оракул к нашему авангарду приближается группа греческих всадников да давайте перемирие с Грецией а подождите да нет Греции плюс 18 правильно отлично греки решили заплатить нам дань Алексинян успехи в академии похоже им заинтересовался прославленный философ и начал давать ему частные уроки может пригласить ко двору а давайте придворный ученый появляется так пошли варварами теми заниматься варварами забьем все равно это место под город я правда возможно не сюда город поведу первый ну а блин с другой стороны куда тут тоже надо с парами будет разобраться прежде чем то город ставить какой-то предел по жителям уже может переключить надо было с воина на специалиста племенной налет возле к дэша от вас предводительницы зороастрийской нации ждут соблюдения постулатов и обычая веры причем прилюдного религия напоминает вам зороастрийский маг тесно вплетена в подселенную культурную жизнь нашего общества отказываясь демонстрировать веру вы рискуете потерять любовь подданных год же буквально прошел как мы его приняли но с другой стороны у нас другой религии нету сейчас даже нашего язычества так что думаю перейти зороастризм вполне можно так у кадеша вот тут где-то сверху сейчас варвары по пруф куплю приказ чтобы залупцевать будем держать это место для с другой стороны может дать греку тут город поставить мне не нравится это место просто вот и все она мне не нравится тут слишком много это убьем варваров с этим уж надо было и посадо ждаться все равно пойду и вот эту эту его тут я точно хочу и как раз пока я сюда дойду мы построим поселенцы я думаю так надо каменолом не где-то сделать и вообще ферму мне еще надо сделать ладно к завершаем ход фермы надо то реально еды мало мне там сто 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 еды надо чтобы поселенцев построить ну куда-то в лес ну ладно о о ауч хрена си тут на нет вен мне убили ну генерала вроде не убили но юнит прокачаны убили так тактика взять что-то какой-то тактик без отваги либо ученую шесть моря наверно ученую давайте у города с зарастризмом минус один но правда минус один цивик но с цивиков достаточно носили вход часто мы потратили цивики на принятие царь консорт лобарна мастер счета в письме предлагает поделиться большой партии камня добытой на его земле не все так просто если мы согласимся он обязательно нам это припомнит мы готовы стать его должниц интересно то есть муж тут ну в принципе почему нет муж все таки так короче валим отсюда что-то мне неохота терять юнитов больше сказать там грек сам разбирается бой но тут все таки надо построить блин нашествие варваров так не в тему но видимо продолжение что с вами варвары сделают куда они нас натянут это уже будет следующей серии начало конечно огонек мягко говоря тут прям не знаешь за что хвататься так надеюсь там грека сейчас завалят только часть ко мне подойдет так но вот с этим да с этим можно караб сили младший умерла это кто вообще я уже потерялся к двору прибывает римская делегация дабы разрешить небольшой конфликт между двумя нациями за ужином между гостями заходит разговор о том сможет ли кто-то одолеть самих богов войны вскоре разговор перерастает в жаркую дискуссию так ну тут нам наверно придется римлян поддержать с ними я воевать не готов из академии приходят вести что ваш сын герцог алексинян нарочно пренебрегает учеба и вместо нее преуспел в беззастенчивых любовных похождениях а бывают застенчивые любовные похождения извините с каждым днем учителя в академии недовольны все сильнее что ставит вас в щекотливое положение либо распутный диковинный печально известный либо расточительный безранственный но может быть красноречивым давайте попробуем возместить без рабстве без нравственным становится жаль ладно как безнравственность алексиняна повлияет на хетскую династию посмотри уже следующей серии спасибо что спон смотрите спонсоры канала традиционно могут продолжение прямо сейчас посмотреть во вкладке сообщества большое спасибо вам за поддержку для всех остальных она выйдет завтра играйте в умные игры слава украине живи беларусь и россия будет свободной я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео